Это вторая выставка художников-сценографов в прекрасном помещении Института проблем современного искусства. И она логична совершенно, продолжение первое, но она намного интереснее. Наверное, это связано в большей степени с тем, что сейчас происходит в нашей стране. Сейчас очень сложные обстоятельства. На дворе осень 2014 года и особенно в последнее время. Лично я и многие ученики Данилы Лидера стали его вспоминать намного чаще, чем раньше. Его философию, его эстетику и вообще его восприятие жизни нам стало ближе, во многом ближе, чем раньше. Может быть, потому что ученики повзрослели, а может быть и потому что вообще вся нация в целом взрослеет. Вот именно в этот период. Работы, представленные на выставке, действительно очень интересные, они очень разные. Они очень хорошо отражают то, что происходит в целом, в культурной, в художественной среде. В общем, действительно, видение людей искусства, того, что происходит, драматическое или отстраненное, философское. Ну и всевозможные другие варианты видения, которые только могут прийти творческим людям. Лично я где-то последние несколько лет почувствовала, что вот мое ощущение мира, возможно, это естественный процесс, но для меня он был достаточно резким, меняется, меняется, и это нашло, естественно, отражение в творчестве. То есть самое интересное для меня лично было в том, что работы были первичны, живопись и графика. Они первыми как-то отразили невероятную тревогу и напряжение, которые я, в общем, никак не могла для себя объяснить. То есть на поверку оказалось, что мир выглядит достаточно дружелюбно. Все мы помним, каким он был, вот еще год назад, никто даже себе представить не мог, что что-то будет меняться. Но в какой-то момент все начало меняться, причем с такой бешеной скоростью. И тут-то я и вспомнила Данилу Лидера с его работами сценографическими, в которых он предрекли катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции и другие. И меня это поразило. То есть я поняла, что я сама каким-то образом где-то чувствовала то, что будет происходить в нашей стране. Это, наверное, восприимчивость художника. Потому что художник — это вовсе не профессия, это состояние. Некоторые могут стать художниками, но во многом это люди с повышенной восприимчивостью, которые такими рождаются. Вот поэтому философия, которую озвучил Данила Лидер, она, в общем-то, вне времена абсолютно. Она всегда была. Но он изложил ее словами, понятными, близкими именно людям творческим, людям искусства. Он переложил ее в предметный и визуальный ряд. А мы ее подхватили. И сейчас, как никогда, действительно соотношение материального мира с духовным миром, борьба началом, борьба масштабов, она проявилась в каком-то совершенно невероятном обличии. То есть мы не всегда, в общем, можем соотнести с реальностью то, что происходит в нашей жизни. И во многом творчество — это сублимация, в общем-то, всех процессов происходящих. Поэтому то, что художники сделали, то, что они предложили зрителям и друг другу в первую очередь, а может быть даже в самую первую очередь самим себе, посмотреть на свои же произведения со стороны. Это отражение вот той жизни, того всплеска, который происходит сейчас, по моему личному мнению. Я надеюсь, что эта выставка заинтересовала не только специалистов, не только людей, близких к театру и к живописи, к инсталляции, вообще к визуальному искусству, но и, может быть, людей, так сказать, с улицы. Потому что искусство и культура несет в себе мощную, формирующую силу, энергию, которая воздействует намного более масштабно, чем любая пропаганда, вербальная, телевизионная и какая угодная. То есть все-таки, мне кажется, что искусство несет в себе истину. Оно, по крайней мере, очень напряженно ее ищет среди всего того, что происходит в нашем так называемом реальном мире. Не всегда понятно, где мир реальный, а где мир созданный. Сейчас мы сталкиваемся с этим особенно, особенно острым, я бы сказала так.